Практически подарили «Зениту» два очень хорошие момента. Если бы они забили эти два гола, думаю, что сейчас бы говорили о поражении. Но удача была вообще на нашей стороне в этом моменте. После этого мы сравнили игру. Думаю, даже были лучшие. Забили два гола и у нас было еще пару моментов, мы могли забивать. Так что можно сказать, что заслуживаем в играх. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Да, пожалуйста. Спасибо. Мы поздравляем вас не только с победой, но и с хорошей игрой. Практически все знают, что против «Зенита», но не только против «Зенита», но в частности против «Зенита» надо играть с жестким прессингом, желательно на протяжении всего матча. Вам, за исключением первых минут, о которых вы говорили, вам это удалось. Но для этого нужен очень серьезный психологический настрой. Если это не секрет, скажите, что такое для вас, вот как для тренера, психологически настроить команду, когда это начинается за два дня до игры за день, или в последний момент тренировки проходят, как обычно, надо, так сказать, зарядить игроков. Что такое психологический настрой на матч, в данном случае с «Зенитом»? Спасибо, господин. Ну, у нас было две недели, потому что была пауза из-за этих игр, сборной команды, и думаю, что тоже это ишло нам на руку, потому что много игроков «Зенита» было там занято играми за свои сборные, вернулись назад. Думаю, что наверняка они сегодня были уставши, но эти две недели, не только эти две недели, мы вообще стараемся играть и делать давление на противника, но иногда удается, иногда не удается. Эта команда в Ростове вообще, она непредсказуемая, она может играть любую команду, может проиграть любые команды. Сегодня они показали, что могут, но сейчас надо продолжать в этом духу. А что касается настроя, я не люблю говорить о настрое, потому что я работал в командах, где игроки играли за копейки, и тогда тренер должен настраивать. А игроки, которые профессиональные, которые зарабатывают, это их дело профессионально, и не надо никого настраивать. Он должен сражаться в каждую игру за это, что у них есть. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Представляйтесь, пожалуйста. Баранов Игр, Советский спорт. Амиадрак, сегодня ваша команда поразила всех тем, как уверенно она играла, кроме, может, стартовых минут. Вы затронули тему гонораров. Вы ничего не слышали? Сейчас говорят, что в Ростове, ростовские СМИ говорят, что ситуация какая-то тревожная. Идут проверки финансовые. Простите, пожалуйста, это к матчу отношения. Вы вопрос по матчу. Проверки. Это не заставляет ли тренера вопрос, пожалуйста, по матчу. Не заставляет ли тренера эту ситуацию нервничать при подготовке к игре? Я очень могу сказать спокоен. И работаю в клубе, где мне очень нравится работать. Городы, которые очень красивые. А что идет там по клубу и финансовое, меня это не интересует. Я надеюсь, что у меня еще полтора года контракт с Ростовом. Я надеюсь, что закончу этот контракт до конца. И еще раз хочу повторить, потому что русские СМИ всегда говорят, нигде я не работал больше от года. А я повторяю, но как попагай, я работал 4 года в одной команде в Сербии. Она называется Борос Чачак. И везде, где я играл за границей, я возвращался как тренер. Так что в этом МОМ, как не могу работать больше от года в одной команде. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо вам большое. Удачи Зениту с Атлетикой Мадридом. Думаю, что это гораздо важнее играть для Зениты. Спасибо. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Я, возможно, должен был сказать об этом раньше, и я думаю, ошибся, что не говорил об этом раньше, скажу сейчас, что, конечно, психологически это не самая простая ситуация, когда есть такие большие ожидания от команды, и не стоит забывать, что команда идет на первом месте в турнирной таблице, и ребята все делают так, как надо. И я думаю, что вот это дополнительное давление, возможно, из последних четырех игр, в которых мы не смогли добиться победы, вот это дополнительное давление, оно, конечно же, не помогает. Но нам нужно смотреть на вещи трезвые, смотреть на вещи объективно, потому что мы лидируем в чемпионате, мы лидировали до прошлого тура с отрывом в 6 очков, к этому туру мы лидировали с отрывом в 3 очка. Это достаточно серьезная позиция, но на нашу команду все очень пристально смотрят и, разумеется, ожидают только того, что мы будем разносить соперников в пух и прах. Но давайте будем реалистичны, давайте понимать, что все-таки ребята действуют очень хорошо и занимают то место, которое занимают заслуженно. Сейчас мы проиграли этот матч Ростову, важный матч, но тем не менее у нас есть все возможности для того, чтобы решить поставленные перед нами задачи и очень важные задачи. Но у меня есть такое ощущение, что окружающим недостаточно, чтобы мы просто выигрывали. Нужно выигрывать с гигантским преимуществом. В этом campeонате здесь не трезвенчат, потому что у нас есть большие спорты. Если трезвенчат, то у нас есть чудеса. Но я думаю, что в этом чемпионате, в чемпионате России, нельзя выигрывать с гигантским преимуществом, потому что есть очень много хороших команд. Здесь можно побеждать, и эти победы всегда будут трудными. Я думаю, что всегда, когда команда проигрывает, Это ответственность тренера и я это понимаю, но я хочу призвать вас, давайте не будем сейчас говорить о том, что мы проиграли все и мы потеряли все. Я говорю в том числе о ребятах, это важно для них. У нас ничего не потеряно, мы проиграли один матч. Мы знаем, что нам нужно делать сейчас, нам нужно вернуть правильный командный дух и нам нужно выиграть матч в Лиге Чемпионов во вторник. И абсолютно все, каждый член команды будет полностью выкладываться для того, чтобы достичь этой цели. Прошу коллеги ваши вопросы. Владимир, представляйтесь и называйте ваше издание. Убедительная просьба. Добрый вечер, Владимир Столяров, РЕН-ТВ, Санкт-Петербург. Лучано, вы сказали о том, что мы проиграли один матч, но на самом деле мы проиграли не один матч. Это уже не первый матч, который мы проиграли. Вы сказали о том, что нам нужно вернуть вот что-то, что пропало, да, для того, чтобы дальше одерживать те победы, которые были до этого. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, что пропало? Почему в том коллективе, который, казалось бы, был совершенно нормальным, совершенно во всех отношениях сбалансированным, почему в нем что-то изменилось? Почему произошло то, что привело к тем результатам которые есть сейчас? Спасибо. Я думаю, что первое замечание, которое следует сделать, это то, что наша команда, это команда, которая очень сильно зависит от момента, то есть от энтузиазма, который она чувствует. Когда команда чувствует энтузиазм, она расправляет крылья. Когда у нас есть энтузиазм, нам удается демонстрировать наши лучшие качества и нам удается реализовывать мастерство наших сильных футболистов на полную. Мы сейчас мы переживаем тот момент, в котором можно сказать, что мы немножко потеряли спокойствие. Продолжение следует... И он плачет, что мы несли, ко мне, чтобы на полную, чтобы несли их нечет, В результате возникает в каких-то негативных думках, в каких-то негативных отношениях. И вы потеряете то, что это спирит. Конечно, кто-то воспринимает подобные ситуации не самым позитивным образом, но это нормально. Так всегда случается в командах, где есть много футболистов, и, разумеется, есть те, кто остается недоволен тем, что играет меньше. И, конечно, такие вещи немного опускают этот уровень энтузиазма, командный дух. Поэтому, в этой ситуации, что нужно делать, нужно общаться с ребятами, разговаривать с командой, стараться привести ситуацию в правильное положение. Ну и плюс еще, конечно, необходимо, чтобы повезло, чтобы удача была в нашей стране, как в той паре эпизодов в начале первого тайма, где мы создали опасный момент. И вы помните эти моменты, это было два реальных белевых шанса, практически выход 1 на 1 с фортарем, удары по пустым воротам. Здесь, если мяч пересекает линию, это бы абсолютно поменялось ход игры и ее психологию. Если ты не забиваешь, то это все меняет в обратную сторону. Потом, вы правы в том, что сказали, что мы проиграли не один матч, мы проиграли действительно этот матч в предыдущем туре. Но команда в Москве играла хорошо, даже несмотря на то, что у нас сейчас не лучший момент. Мы действовали здорово, хорошо играли в футбол. Если вы вспомните игру против Порто, здесь на Петровском, то мы заслуживали победу. В первом тайме мы действовали не лучшим образом, но во втором тайме мы переиграли соперника и заслуживали победу. Компания против Спартака, это верно, грустная конфликта, как говорится. Но если касается эпизодов, Карпин сказал правильное дело в первом тайме. Если мы были 3-4-0, то это было бы то, что мы хотели. Со Спартаком, да, действительно неприятное, плохое поражение. Но если вы вспомните первый тайм, я думаю, что Валерий Карпин был прав в своей оценке. Если бы первый тайм закончился, первые 20 минут закончились со счетом 3-4-0 в пользу Зенита, это было бы справедливо. Затем, разумеется, подобные поражения, они очень больно бьют по духу команды, по ее психологическому состоянию, по энтузиазму, то, о чем я говорил. А вот этот энтузиазм, кураж, это наш бензин, это то, что помогает нам двигаться вперед. Поэтому, да, давайте признаем, мы проиграли еще один матч, но у нас есть абсолютно все возможности для того, чтобы идти дальше, и для того, чтобы добиваться победы, добиваться цели, которые мы предоставим. Я объясню почему, потому что у нас очень хорошая команда, в которой собраны сильные футболисты. И я думаю, только в этом направлении. И команде я буду говорить только об этом. Это единственный для нас путь, и мы будем двигаться по нему вперед. Игорь Брунов, «Советский спорт». Синьор Спалетти, сейчас, когда вы уходили после игры с поля, видели, что вы общались с президентом «Зенита» Александром Дюковым. Может быть, был неприятный разговор, может, наоборот, он вас поддерживал. Если можно рассказать, что он вам сказал, какая оценка у него была? Президент команды имеет право всегда говорить то, что он хочет, а я должен его всегда слушать. В этом случае он пришел спросить, чтобы сделать кончат, чтобы получить чарство в этой ситуации. Когда мы встретились после игры, мы разговаривали просто об одном, обсуждали одну нашу ситуацию. И я ответил ему с всякой спокойствием, потому что я ответил ему на то, что произошло. Мы обсуждали, он меня спросил кое о чем, и я ему дал ответ. Следующий вопрос. Ирина. Синьор Спалетти, здравствуйте, добрый вечер. Вы говорили как-то, что Роман Широков очень важен для «Зенита». Но вот сейчас все обсуждают, что с «Широком» пока «Зенит» не продлил контракт. И уже все торопятся прогнозировать, что Спалетти не хочет Широкова в команде и так далее. Скажите, пожалуйста, в чему верить? Тому, что он важен для команды или тому, что он не нужен уже? Спасибо. Спасибо. Синьор Спалетти 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 Вспомните, что последняя игра со Спартаком Широков из-за повреждений не сыграл, но сыграл две игры за национальную сборную. Мне кажется, что здесь… я не очень хорошо понимаю эту ситуацию. Мне тяжело понять ситуацию, когда футболист не играет за клуб и потом через несколько дней играет два матча. И вы мне сейчас говорите, что я не доволен Широковым или как-то рассержен на него. Я думаю, что лучше пусть Роман ответит, почему он не сыграл против Спартака из-за повреждений, а затем сыграл два матча. Потому что потом вернулся сегодня из-за национальной сборной. Роман вернулся из распоряжения национальной сборной. И у него было небольшое недомогание, небольшое повреждение, но тем не менее он пропустил одну тренировку, но тем не менее я поставил его на эту игру в стартовый состав. Поэтому вы видите, что я думаю, широкое. Я думаю, что это видно всем. Поэтому я полностью отвергаю ваши намеки. Продолжение следует... 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 вышел на поле с первых минут и для нас это был очень важный матч поэтому давайте не будем говорить о слухах давайте будем смотреть на вещи открытыми глазами смотреть на то что происходит в реальности на факт прошу вас алексей берегов футбол сегодня уча на давайте поговорим о фактах месяц назад вы нам говорили в ответ на вопрос почему зенит так мало забивается стандартов конкретно с угловых мы приводили вам статистику вы сказали что да действительно такая проблема есть мы будем над ней работать вот прошел месяц за это время мы в пяти матчах получили 4 гола в свои ворота с угловых у чужих ворот насколько я помню не создали ни одного момента вот хотелось бы спросить что делает тренерский штаб что делают игроки чтобы эта проблема все-таки как-то решилась и когда она решится по вашему мнению может быть это будет уже весной но нам хотелось бы чтобы пораньше потому что если вы говорите о том что игра зенита основана на энтузиазме то вот как раз когда его не хватает как раз стандарты хорошая их реализация могла бы привести к тому что может быть мы хотя бы за счет этого добивались результата спасибо вы не забывайте что против спартака мы забили гол со стандартного положения но вы все равно право вы все равно право когда сиад и и жёкат орики к калчану бен и лапа как мы бьем он уйди солитоси ла шан опирать скажу вам такую вещь что когда составе есть футболисты которые обладают очень хорошим поставленным ударом то лучше ничего не придумывать лучше давать им возможность бить ди солитоси ваа а креаве дэле ситуации с у пала на тива когда сиад и кальчат ори че нон кальчано бен и лапа обычно тренеры придумывает что-то на игры что-то при стандартных положениях когда вы команды не хватает футболиста в поставленном удар мы не самая физически сильно не самая высокорослая команда чтобы рассчитывать на много при верховой борьбе штрафной соперник но вы все равно правы что мы должны прибавлять и мы должны действовать лучше при розыгрыше стандарта впереди последний вопрос коллеги на сегодня прошу вас на основном спасибо серебренников лот вы абсолютно правы если бы и ваш коллега тоже скажет если б зенит забил в первые минуты матч мог сложиться иначе но тем не менее даже в игре со спартаком когда вы забили первый мяч а потом произошла неудача с пенальти мы почувствовали что что-то меняется в команде психологически настолько что это чувствует буквально все естественно возникает вопрос какие резервы вы сейчас видите в команде возможные игроки им внушили уже потому что что они превосходят кого-то по классу и вот это и мешает может быть какой-то степени потому что прессинг жесткий прессинг разрушает сразу представление о зените не будем забывать об этом мы это видели сегодня в том числе и так существует ли резервы которые вы видите которые может быть надо разделить на три части во первых резервы составе потому что может быть ломбердс дани там и ников кто-то еще должны выздороветь и вы в этом видите очень серьезный момент когда зенит прибавит вторая сторона это все-таки вопрос психологии что можно нужно ли менять климат команде на самом деле именно во время игры как это было кстати в матче с португалией когда вы продемонстрировали это с португальским клубом но над этим может быть больше надо работать и наконец третье может быть что то надо менять в тактике потому что все уже знают что зенит слишком много играет поперек и назад и при прессинге резко увеличивается количество ошибок и мы видели как неудачно играл в том числе и смольников под влиянием этого прессинга может ли что-то измениться в тактике команды извините за длинный вопрос если веро не выведен зима у гранд зима калаттере в культу и 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 не вне дефицит а ну реаги мо куме как то время как то есть моменты сложные моменты по ходу мальчик в которых нам вот в последний период не удавалось правильно отреагировать, продемонстрировать характер. Но мы над этим работаем, мы работаем в том числе на психологическом состоянии команды, общаемся с ребятами, сегодня это делали, мы постепенно будем из этой ситуации выходить. И все происходит в результате, в смысле, что меньше игроков, и больше скарикается на руководство с другими, как в том числе на руководстве. То, о чем вы говорили, насчет передач назад, поперечных передач, я думаю, что это все взаимосвязано, потому что когда ты, есть небольшая неуверенность, стараешься меньше рисковать, да, идут больше передач назад, возвращаем мяч вратарю. Но мы должны работать и делаем это для того, чтобы этот момент преодолеть. Но мы не будем бояться этих ребят, потому что эти ребяты, они, хорошо или плохо, и они очень смешные игроки, которые часто делают свои обязательства. Ну, сейчас не нужно эту ситуацию продолжать нагнетать и постоянно говорить об этом, потому что ребятам это на пользу точно не пойдет. Ребята могут это прочувствовать глубоко, и я думаю, что у нас ничего страшного не происходит, чтобы ситуация так нагнеталась, поэтому… Спасибо, коллеги. На этом все. Я благодарю вас за внимание. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.